А, умрёшь, вот тебе лёгкая курильщика в разрезе, ну, не кури. Типичная ситуация, например, срыва, как развивается. Я сильный, я со всем справляюсь, и у меня сигаретки полежат в машине. Зависимость-то никуда не делась, она-то манит, говорит, покури, покури. Дай-ка сделаю затяжечку. Да, уже сорвался. На ранних этапах любая зависимость даёт позитивное подкрепление. Выпил, хорошо. Тут начинает работать уже негативное подкрепление. С помощью приёма вещества начинает убираться что-то плохое. Алкоголь как лекарство. Букмекерские конторы провоцируют срывы. Человек воздерживается, он не играет 4 месяца. И тут ему смс-очка. А вам фрибет 15 тысяч рублей. Не хотите ли вы сегодня поиграть? Эти 15 тысяч ничто по сравнению с тем, что при срыве человек притащит обратно. Снись свой страх перед зависимостью. Всё многообразие нашей жизни – это потенциальные зависимости. Добрый день, друзья. Вы на канале Доктор Лазарев. Это формат подкастов, где я общаюсь с экспертами в сфере психического здоровья. Сегодня в гостях у меня очень интересный гость. Александр Николаевич Еричев, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии Академии Мечникова, университета уже. И основатель клиник OpenMind и Центра качества жизни. Сегодня мы поговорим. План у меня, как обычно, грандиозный. Друзья, обязательно поставьте лайк. Чтобы, если вдруг мы не успеем обсудить все темы, но будет очень большой интерес, мы попробуем пригласить Александра Николаевича второй раз. Потому что, во-первых, конечно, мы хотим поговорить о зависимостях. О психотерапии зависимости. Потому что вы, ну, эксперт, уж экспертней не придумаете. И, да, я смотрел, когда готовился. И по никотиновой зависимости у вас есть и обучение, и опыт большой. И по нехимическим зависимостям, по пищевым расстройствам, да, определенные программы. Ну, естественно, алкогольная зависимость. Александр Николаевич, автор программы... Точка трезвости, вечер перемен, да. Хотел сказать, школа трезвости. Это у нас школа трезвости, да. Точка трезвости, когда был препарат Вивитрол, сочетался с когнитивно-поведенческой терапией. Поэтому об этом тоже мы поговорим. И, ну, надеюсь, скажете, какие-то нам такие техники, да, эффективные. Но начать, конечно, хотелось бы с никотиновой зависимости. Потому что редко мы об этом говорим. Вроде бы как забывается всегда, когда говорим о зависимости. Но на самом деле это самая распространенная химическая зависимость. По-моему, около полутора миллиардов человек. Ну, я думаю, сейчас больше. Некоторые страны, вот в Турции я был, там вообще поголовно просто. Все курят, в кафе, не кафе. Дети, животные. Вот. И в Америке, насколько я знаю, там смертность от проблемы, от последствий никотиновой зависимости выше, чем от всех происшествий вместе взятых. Вот. И мало информации. Многие считают это вредной привычкой. Вообще не понимают, что это зависимость. Поэтому давайте поговорим про никотиновую зависимость. Начнем. Может быть, какие-то техники простые. Вы дадите, с чего начать людям, чего бояться. Поделитесь своим опытом, может быть, работы. Всем здравствуйте. Очень приятно. Приятно, что пригласили. Попробую немножечко рассказать. Но мне, знаете, кажется, что лучше начинать вообще не с техник работы с зависимостью, а с техник оценки мотивации. Потому что в чем заключается проблема наиболее существенная? Наиболее существенная проблема заключается в том, что у многих людей мотивации своей фактически нет. А окружающий или кто-то говорит о том, что пора бы тебе. Жена там брошюрки разбрасывает. Или наоборот, муж говорит, а, скоро деторождение, пора бы тебе одуматься и так далее. И поэтому в разрезе никотиновой зависимости, да, кстати, не только никотиновой зависимости, а и более широко тех изменений, которые нам желательно бы предпринять в жизни, то лучше это рассмотреть, например, с модели той же транстеоретических изменений. Потому что когда первый этап, человек вообще не готов, потом он начинает думать об этом, потом готовится, а потом начинает что-то делать и так далее. Были, кстати, исследования по никотиновой зависимости лет 10 назад, ну, крупные очень, которые показывали, что значительная часть людей, которые курят и соответствуют критериям зависимого поведения, они находятся на этапе неготов. Когда человек находится на этапе неготов, вот представьте, вы берёте свою клинику и говорите сотрудникам, у нас теперь никто не курит, да, то, наверное, это, кстати, это тоже может возыметь действие, потому что считается, что на этапе неготов, очень неплохо работают механизмы регулятора. Вот вы говорите про Турцию, вот если в Турции запретят курить в кафе, запретят курить на улице, будут большие штрафы за курение на пляжах и так далее, тогда какая-то часть людей начнёт немножко больше задумываться о том, целесообразно или нет. Это и про стоимость пачки сигарет, да, если пачка сигарет будет стоить там тысячу рублей, ну, тут вопрос контрафакта сразу станет, но это другой вопрос, то, конечно же, у человека будет появляться чуть больше возможности задуматься, а нужно ли мне курить или не нужно. Вот, и поэтому вот повторюсь, когда этап этот не готов, то тут какая роль? Врачи, которые говорят о том, что, например, там врач-кардиолог говорит, вы знаете, я очень расстраиваюсь, что мы вас курируем-курируем, а результатов-то не видим, и тогда человек может задуматься и может перейти на следующий этап, вот так называемый этап размышлений, ну, и на этом… Может быть. Может быть, да, это сугубо вероятностный эффект, но и на этом этапе размышлений он может подвиснуть на полгода, год, а может, и на десятки лет, такое тоже может быть. Это когда я покуриваю сигаретки, но такой думаю, вот точно вот когда-то это я точно соберусь, с силами возьмусь, возьму себя в руки, и вот наступит у меня светлое завтра. Но, как вы понимаете, светлое завтра может не наступить, или наступить, когда сосудики в ножках уже проходимость не ту немного имеют, и тогда человек начинает более чётко задумываться об отказе. Поэтому первый момент, я бы, наверное, сказал, это понять немножко про мотивацию, потому что с точки зрения того, на каком этапе находится человек, ему разный объём внешней помощи нужен и разная помощь. То есть, если этот человек находится на этапе так называемых обдумываний, то очень неплохо вообще понять в целом мотивацию, для чего я это делаю, что я ожидаю получить, в какую позитивную сторону изменится моя жизнь. Мотивационное консультирование. Совершенно верно, конечно. Техники мотивационного интервью, которые разные есть, более простые, более сложные. И второй момент очень неплохо понять, не страхов, а страхами его наградить. А, умрёшь, вот тебе лёгкая курильщика в разрезе, смотри. Тоже может работать, но страх, как правило, короткий двигатель. А скорее понять его позитивную мотивацию, куда он идёт. И второй аспект не менее важный, мне кажется, понять, что ограничивает. Ведь вот вы в практической деятельности очень часто сталкиваетесь с зависимостями и сталкиваетесь со страхом. Например, а человек боится, у него уже есть неприятный опыт, он пытался бросить курить, как Марк Твен, который делал это тысячу раз. Вес набрал. Вес набрал, не пережил абстиненцию, разочаровался, начал курить вновь. И такой человек будет, во-первых, бояться сделать новый шаг, потому что у него есть такие страхи, ограничения. И вот здесь нам нужно с этим как раз поработать. И то же самое очень неплохо понять вообще-то, а что поддерживает этот механизм. Потому что если мы не разбираемся, какие механизмы поддержания существуют, то большие проблемы. И тут неплохо нам изучать вместе с человеком, а что с ним процедурно-то происходит. Ну, например, он утром просыпается, и он, простите за выражение, в туалет спокойно не может сходить, пока он сигаретку не выкурит. Или он приходит утром, а у него уже чашечка кофе дымится, пепельница стоит, рука сама тянется, да и концентрация никотина в крови, скорее всего, минимальная и тяга максимальная. И мы на практике сперва вообще-то пытаемся изучить, какие поддерживающие факторы есть сейчас. Потому что сам человек их часто не осознаёт. А внешне иногда психотерапевту или психиатру или наркологу делегируют такую функцию. Абстрактного Минздрава, который со стороны такой, ну, не кури, у тебя лишний вес, ну-ка срочно похудей. А как у нас у самих-то там, что с диаметром талии? Ну, кардиологи, они не понимают. Я недавно вчера, по-моему, смотрел случайно кардиолога, он говорит, ну, это абсолютное зло, никотин абсолютное зло. Если ещё по алкоголю какие-то дискуссии идут у кардиологов, то никотин абсолютный. Но я вспоминаю всегда случай на практике у нас в институте, ампутировали ногу человека в хирургии после как раз последствия... Аблитерирующего эндортериита, да? Да-да-да. И первое, что он когда пришёл после наркоза в себя, а где у вас покурить можно? То есть вот тут пугай, не пугай. Да-да-да, потому что тяга и есть тяга. И тут уже другие, наверное, подходы. Конечно. И вот так вот, если мы говорим с мотивацией, то тут на разных этапах разные элементы работают, но в целом понять вообще, зачем мне это нужно, за счёт чего это поддерживается сейчас и куда я хочу прийти. Вот эти ключевые моменты. И потом уже дальше мы можем, если человек для себя чётко понимает, да, хочу, мне важно изменить вот то-то, 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 прийти туда-туда. Тогда наша задача уже специалисты – помочь ему выстроить этот алгоритм действий. Кстати, если вы вдруг будете читать какую-то литературу, там, например, Алина Карра, я когда-то с удовольствием почитал. Всегда про это вспоминаю. С удовольствием почитал. Вот если всю книжечку свести к некоторым простым вещам, то один из основных его постулатов, какой ключевой? Снись свой страх перед зависимостью. Ты сможешь это сделать, поверь в себя. Ну, помимо этого, конечно, что мы лучшие и лучше всех помогаем, но основной ключевой посыл направлен на то, чтобы человек не боялся пробовать, не боялся экспериментировать, не боялся экспериментировать с отказом. Потому что считается, что обычно курящий человек уходит в длительную ремиссию после трёх-пяти попыток бросить курить, а не после первой. Будет после первой, так вообще прекрасно. Но мы его скорее мотивируем на то, чтобы эта попытка была удачной. Это здорово. Но если даже она не получилась, у него всегда есть повод зайти на второй круг. Здесь, наверное, какие-то техники можно 10 плюсов, 10 минусов, что-то такое. Да знаете, мне, честно говоря, какие-то абстрактные наборы мотивации не нравятся. Мне больше нравится понимать, а для чего человеку. То есть, как правило, всё-таки в кабинете специалиста человек появляется тогда, когда у него уже какая-то мотивация есть. Опять же, это могут быть, например, девушка следит за своим внешним видом. Деторождение. Деторождение. Или следит, например, за состоянием кожи, тратит приличные деньги на косметологов и начинает осознавать, а я параллельно ещё и пачечку сигарет в день выкуриваю. Сейчас проблема, мне кажется, с электронками какая-то суперглобальная, ещё, наверное, не знаю, исследований есть, нет, но, на мой взгляд, особенно это касается девушек, все перешли на эти HQD-шки, а там целевой никотин. И вот это серьёзная проблема, потому что я с людьми общаюсь, они говорят, что сигареты ещё как-то можно было, а здесь абстиненция тяжелее, и вес там набирают, и все последствия. То есть, это вот то же самое, только хуже, на мой взгляд, проблема. Ну, видите, когда электронки все эти появлялись, то какая идея была, что, а вот никотин-то доставить по-другому, более безопасным образом, чуть ли никотин-заместительная терапия в действии, чуть ли. Вот, 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 да. Потому что, когда человек курит, то там, безусловно, в состав дыма входит далеко не только никотин, но и куча всего другого, как говорят, компонентов ракетного топлива. Так вот, но получилось-то, что на электронки-то перешли, и на самом деле появилось, как это сказать, декатастрофизировали проблему. Ну, как? Да я же вообще-то и нормально, ну, попарил, попарил. Да, многие говорят, я бросил курить. Бросил, курить бросил, да. А это что? А это электронка. Поэтому, конечно, это сейчас активно изучается, и известны случаи, вы знаете о них, да, тяжелые, которые возникают на фоне курения как раз подобных штук. Ну, как всегда, наука немножко, наука и практика немножко запаздывает за тенденциями в обществе, а как по-другому? Сперва формируется какая-то тенденция, а потом пытаются догнать, понять, проанализировать и попытаться справиться с этим. То есть, вот на этом этапе мы все это, в общем, раскладываем по полочкам, да, и выявляем мотивацию. Ну, работаем с мотивацией, понимаем вообще, человек-то готов или не готов, или у него просто иллюзия, что он сейчас, я сегодня утром очень хочу, но, скорее всего, к обеду я уже пойму, что сигареты мой лучший друг, и мне вообще уже ничего не нужно. Ну, кстати, и при зависимостях, и не только при зависимостях, мотивация может гулять. Если вы сравните с какими-нибудь аспектами своей жизни, вспомните, может быть, вы как-то собирались по утрам бегать, учить язык. А противодействие зависимости – это не менее сложная история, которая, как любое другое поведенческое изменение, которое требует от человека кучу шагов не только на этапе принятия решения, а и потом поддерживать это состояние. Первый шаг. Человек для себя определился с тем, что он попытается жить без никотина, да. Это его, например, первый шаг такой определились, помогли с разработкой какой-то этапности, или человек сделал это самостоятельно, ведь на самом деле могут быть успешные попытки бросить курить не обязательно с привлечением специалистов. К специалистам чаще обращаются, когда уже серия попыток была предпринята. И дальше вообще-то нужно понять, а нужно ли использовать какую-то фармакотерапевтическую поддержку, чтобы пережить абстиненцию. Вот как вы определяете, кому надо? Ну, мне кажется, что неплохой момент. В целом можно запомнить очень простой. Есть тест Фегерстрена. И посмотреть по степени тяжести. И вообще-то, кстати, очень неплохо понять, а есть зависимость или человек социальный курильщик? Ну, как? Если человек социальный курильщик, то тогда за компанию курит, потом огромные промежутки времени может не курить вообще, нет доступа к никотину, не курит и так далее. Потому что нам важно понимать тактику. Если у человека мощно сформирована абстиненция такая, когда ему тяжело, он раздражителен, концентрация внимания никакая, то, наверное, лучше использовать, ну, можно использовать тоже никотинозаместительную терапию, да, в данном случае. И тогда мы готовим человека к отмене, да, когда произойдет этот день отмены. Лучше его прямо… План. План, чёткий план обсудить. А это лучше будний день или выходной, потому что кому-то проще отказываться от никотина, например, в рабочее время, потому что у него, например, меньше соблазнов, и у него голова больше занята чем-то другим. Для другого человека, наоборот, больше подойдёт выходной день. Можно накидать, вообще-то, возможный список дел, которыми человек может заняться, когда идёт вот этот этап отмены. И здорово, если он у него будет по-другому. То есть переключить внимание на… Конечно, конечно, конечно. Переключить внимание. Используется лекарственная терапия или не используется? Если используется, то при никотинозаместительной терапии рекомендуют это делать, как правило, одновременно. То есть человек начинает приём тот или иной формат, например, никотинозаместительной терапии, и в этот же момент он отказывается от курения. Естественно, проще это сделать с утра, потому что человек попадает в определённый цикл. Низкая концентрация никотина в крови, проблемы с концентрацией внимания, максимальное желание покурить или сделать что-то такое для того, чтобы никотин поступил в организм. Ну да, вот это утренний, там в тесте основные вопросы касаются, как быстро вы после пробуждения курите. Если вот вы замечаете, что встал первым делом, бежите кофе и сигареты, скорее всего, всё-таки уже достаточная степень зависимости никотина. Конечно. Тогда сложнее будет чуть-чуть. Безусловно, будет сложнее. А во-вторых, ну, кстати, вот тут очень по-разному. А второй момент, что, опять же, утро, низкая концентрация никотина, и нужно что-то с этим делать. Поэтому если человек переживает этот день, следующий день и так далее, то, как правило, ему потихонечку становится лучше. На что, конечно же, стоит обратить внимание, ну, из таких простых вещей, иногда, ещё до начала отмены, очень здорово человеку обучиться вообще-то идентифицировать свою тягу. Потому что проблема в том, что многие люди не замечают то влечение, которое у них появляется к курению. Понятно, что это становится уже автоматическим актом, да, вот достал, покурил, там, и дальше это произошло. Это с одной стороны. А с другой стороны, неплохо-то вообще-то наблюдать, а насколько меня тянет, в каких ситуациях меня тянет, что я могу с этим делать. Потому что мы иногда, например, рекомендуем людям отказываться от курения, когда они ещё только, ещё не наступает полный отказ, да, не отказываться от курения, а наблюдать за тягой, и, например, отказываться от некоторых сигарет, когда это влечение не сильно выражено. То есть, чтобы человек на внутренней шкале себе, например, поставил какой-то зарубочки, да, что вот если это он ещё не приступает к отказу, это он просто этап наблюдения за своим влечением, как оно реализуется, в каких ситуациях. И он, например, делает такие зарубочки. Вот если влечение больше 50%, я совершенно спокойно могу пойти курить. Если влечение меньше 50%, например, неважно, выберите 40, 60, 70. Тогда сопротивления такого нет, да, сильно? Да, то тогда я просто пытаюсь поменять поведенческие привычки. Тоже неплохо помогает, ну, не как помогает, а как сопутствующий момент важный. Немножко переструктурировать то место, где человек курит. Например, не знаю, сделать небольшую перестановку на балконе, если он на балконе дымит. Или в туалете, или ещё что-то, да, чтобы у него чуть-чуть вот эти поведенческие паттерны поменялись. Здорово, если он на этом этапе уже пытается где-то справиться с влечением, которое меньше 50%, попить водички, переключить внимание. Опять же, в курилку он идёт зачем? Курить или пообщаться с людьми. Если пообщаться с людьми, может быть, подойти на рабочем месте к своему товарищу, приятелю, обсудить что-то, а не идти в курилку и так далее. За компанию, да? За компанию. Страх отказать бывает. Страх отказать. Ну, вы знаете, вот я, честно говоря, я уж не могу сказать, что в глобальном плане часто встречается именно страх отказаться. Скорее, здесь низкий такой барьер входа. Ну, предложили, а что бы не покурить? Предложили, а почему бы не сделать? Типичная ситуация, например, срыва, как развивается? Я сильный, я совсем справляюсь, и у меня сигаретки полежат в машине. Потом я сильный, я совсем справляюсь, дай-ка сделаю затяжечку. Делает затяжечку, и потом да, уже сорвался. Все-таки поведенческие техники более дают результат. Какой-то глубинной психотерапии здесь, может быть, и смысла нет. Ну, видите, как сказать, глубинная психотерапия, что под ней подразумевать? Потому что... Ну, если мы, да, я вначале не сказал, мы говорим все-таки о когнитивно-поведенческой терапии. Александр Николаевич один из ведущих в России специалистов, и канал есть, YouTube, когнитивно-поведенческая терапия. У меня сейчас нимб заискрится. Ну, просто это важно, да, что мы все-таки об этом направлении сегодня говорим. Ну, вот, может быть, какие-то глубинные убеждения есть у курильщиков, и до этого не идете в терапию. Может быть, но видите, когда... Сейчас я немножко издалека зайду, ведь коллеги, которые занимаются психоаналитическим направлением, психодинамикой, когда-то было достаточно много работ по поводу вообще зависимого поведения, и часто зависимое поведение трактовалось... Да, по-разному, но в целом, если чуть-чуть упростить, то достаточно часто она трактовалась как неврозец такой. Вот, дескать, был какой-то неврозец, и мы сейчас неврозец этот подштопаем, и будет все нормально. Но ведь нам нужно понимать, неважно это курение, игровая зависимость или прием алкоголя, что, может быть, факторы, которые способствуют формированию зависимости в 18 лет, или в 15, или в 20, существенно отличаются от тех факторов, когда человеку там 50 лет, и вот пытается бросать. Вот когнитивка старается работать с теми факторами, которые есть сейчас. Можно пойти вглубь? Да, можно. Но, грубо говоря, когнитивный терапевт никогда не идёт вглубь, когда просто, типа, сходим за компашку. То есть, у него есть какая-то гипотеза, например, у человека достаточно выражено убеждение о собственной дефективности или слабости. И эти убеждения ему мешают исправляться с зависимым поведением, может быть, мешают ещё в каких-то других сферах. Вот тогда здесь вполне возможно, что эта тема будет получать очень даже пристальное рассмотрение. Но если их нет, и у него всё получается, мы туда не идём. Но у него, может быть, запрос другой потом сформирован, связанный с какими-то личными проблемами или ещё с какими-то вещами. Но мы их не то чтобы занимаемся такой автоматической генерацией, как будто нам поговорить не о чем, и мы что-то специально в наш набор втискиваем. Нет. Когнитивная терапия в этом плане, обычный вариант, он достаточно утилитарен. Нам нужны определённые цели. И мы стараемся помочь человеку их достигнуть. А сколько обычно сеансов, если про никотиновую зависимость? Видите, никотиновая зависимость, как правило, если мы берём вообще любое зависимое поведение, здорово, конечно, если это перекрывает, по крайней мере, полгода трезвой уже жизни без никотина. Но это не обязательно сеансы какие-то раз в неделю и так далее. Это могут быть точечные встречи. Например, у меня когда-то был очень удачный вариант взаимодействия с одной из организаций на рабочем месте, когда... Ну, там, в основном, консультирование шло по другим поводам. Но когда люди, которые проходят отказ от никотина, могли прийти в кабинет на 15 минут. Может, им даже и не нужна 50-минутная сессия для того, чтобы всё разбирать, особенно на этапе, когда у них уже всё получается. Но им важно поддержать мотивацию и так далее. Ну, то есть, среднестатистически это всё равно будет встреча. 8-9, скорее всего, будет. Может быть, как в более короткую сторону, так и в более длительную. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, у нас достаточно часто была модель психотерапии зависимости вообще такая а-ля односессионная, историческая. Ещё и с тотальной гарантией под 100%. И поэтому иногда люди думают, а зачем мне, собственно, появляться, когда у меня уже, например, отказ прошёл. А ведь прошёл отказ, прошло дней 20, 30, потом 40. И на самом деле, вот здесь-то и назревают наиболее сложные вещи, потому что зависимость-то никуда не делась. Она-то манит, говорит, покури, покури, имитирует старого друга. Разочек. Да. Отлично, отлично. Сейчас будем так плавно к алкогольной переходить. Какие-то, может быть, схожие моменты. Вот расскажите про эту программу, сочетание... Ну, если про препараты говорить, есть один препарат с доказанной эффективностью варениклин. Мы вот перед началом говорили. Но в России, может быть, сейчас, не знаю, в мире уже нет его. Ну, были, у меня тоже были пациенты, неплохие были результаты. Даже там был, помню, случай, там 40 лет курил человек, две пачки. Я думал, ну, тут сейчас надо миксовать препараты с варениклином. Ну, прямо у него, вот по плану он действовал, как, да, там, недели это, и был хороший результат. Если мы говорим про алкогольную зависимость, здесь тоже есть препарат, доказанный эффективностью, нолтрексон, но, на мой взгляд, нужно сочетание с психотерапией. Просто так всё равно не то, альто. Вот расскажите про эту программу. Ну, программу мы писали уже очень давно, это где-то год 2009-2010. И почему появилась программа? Потому что у меня были уже свои наработки вместе для пациентов. Да, это структура психотерапевтических интервенций в плане когнитивно-поведенческой терапии. Она была расписана, и как раз за рубежом, насколько я понимаю, нолтрексон не применялся, пролонг нолтрексона не применялся без психотерапии, без психосоциальной поддержки хотя бы, наименее интенсивной. И поэтому нам удалось скорее объединить тогда такой формат. Я отвечал за когнитивно-поведенческую терапию, и тогда были разработаны материалы для пациентов, материалы для врачей, о чём разговаривать, структурировано по сессиям. А мои дорогие коллеги из Москвы отвечали за методологическую шкалы оценки, введение в программу, шкалы оценки, как человек выпивает, как не выпивает и так далее. Поэтому такой был для меня тоже очень интересный опыт, потому что получилось, я бы мог сидеть в углу со своей программкой и чего-то там делать, а тут получилось это немножко больше генерализовать и обучить приличное количество наркологов хотя бы базовым психотерапевтическим интервенциям, которые они могли бы делать. И первоначально программа была вообще такая мощная, 12 месяцев затратил, потом подсократили, количество занятий подубрали, потому что оказалось, что для реально практикующих наркологов, особенно не психотерапевтов, она немножко сложноватая, немного, как скажем так, трудоемка. Что здесь нужно сказать, что вообще-то, если не кривить душой, то весь мир идет примерно в сторону, особенно медицина, которая спонсируется государством и так далее, идет в сторону дешево и сердито. Поэтому, если мы возьмем современные исследования, то вы часто увидите, что появляются программы, которые ведет даже не психотерапевт, а социальный работник, низкоинтенсивные программы, обслуживание комплайенса. И чаще фармакотерапия, она сочетается хотя бы с такими программами, потому что комплайентность лучше, дешево, ремиссии какие-то формируются и так далее. Большая проблема еще всех этих исследований заключается в том, что, как правило, нет серьезного катамнеза. А что же там после использования препаратов и что же после использования психотерапии через годик, два, три, пять? И поэтому тут вопрос немножко стоит более открытый. А вообще, с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, что такое алкогольная зависимость? Ну, вы знаете, алкогольная зависимость – это без когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия, знаете, она разделяет взгляды современной медицины и доказательную базу современной медицины. Если доказательная база пошла дальше или какие-то концепты научные появились, они вполне релевантны, доказательны и так далее, то и когнитивная терапия меняется в русле изменяющихся условий. С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии очень просто это понимать, используя модель двух процессов или модель оппонентных процессов, она и в наркологии тоже используется, что на ранних этапах любая зависимость даёт позитивное подкрепление, как правило. По-разному, ну, мы сейчас берём в целом. То есть, выпил – хорошо, выпил, познакомился, выпил, раскрыл свои какие-то чакры, душа, капбаде и так далее. И вот этот этап, который часто относится к предболезни, да, потому что, как есть такая шутка, что во время медового месяца зависимость не бросают, любимую во время медового месяца не бросают. Ну, так и называют розовый период там потребления, да, медовый месяц зависимости. И все хотят туда вернуться. Доктор, вот научите, да, мне вот этот запой неинтересно, а вот тогда в 20 лет так было классно. Розовые иллюзии, да. И вот этот первый компонент, такое позитивное подкрепление, когда человек употребляет алкоголь, и это приводит к субъективно приятным для него последствиям. И вот этот этап длится, длится, длится до того момента, а постепенно начинают подрастать проблемки. Теряется количественный контроль, ситуационный, то есть человек, например, банально просто перепевает, или он физически себя начинает плохо чувствовать. Ну, потом присоединяются псевдозапои, запои, соответственно, это не может уже не сказываться на его физическом здоровье, социальной жизни. И вот здесь по логике вообще-то должна была быть какая-то такая точка, когда все бы стройными рядами сказали так, утром похмеляюсь, тяжело, всё плохо, всем спасибо, все свободны. Да, вроде бы как. Вроде бы. Но вот здесь возникает самая большая интрига, потому что зависимость-то никуда не делась. А во-вторых, человек начинает замечать вот это второе негативное подкрепление, двухкомпонентная модель, почему ещё называется. А вот, это важно. А тут начинает работать уже так называемое негативное подкрепление, это когда из нашей жизни с помощью приёма вещества начинает убираться что-то плохое. Лежит такой человек у себя, дрожит в кроватке, и выпил, так вроде бы чуть-чуть получше, а потом нужно ещё выпить и так далее. И получается, что благодаря вот этой двухкомпонентной модели считается, что на более ранних стадиях больше работают механизмы получения удовольствия гидонистические, а потом неприятности подрастают, а здесь начинают работать механизмы, чтобы плохо не было. То есть человек, например, там месяца полтора не пьёт, или даже он там подшился, закодировался, а вот скоро Новый год, а вот скоро Новый год, и он вроде бы, когда не пьёт, может чувствовать себя вполне хорошо, как при любых хронических заболеваниях. Но как только он начал употреблять алкоголь, у него включается тяга, пьёт дальше, соответственно, плохое состояние, и он это плохое состояние начинает тушить алкоголем, и ему становится легче. И таким образом его, казалось бы, нелогичное поведение для окружающих людей, для него внутренне вполне логично. Алкоголь как лекарство. Вот такая модель, она, ну, скорее так, модель развития зависимого поведения, почему оно развивается, несмотря на, казалось бы, отчётливые вызовы жизни, которые говорят, уходи с баркаса, прекращай пить, и не надо тебе ничего подобного. Вот. Какие факторы влияют? Ну, понятно, что она не исчерпывающая. У каждого человека есть свои ресурсы, есть свои сильные стороны, которые он может развивать в жизни, а может немножко больше уходить в мир зависимого поведения. Хотя, как шутит один из наших коллег, Менделевич Владимир Давыдович, он говорит, что всё многообразие нашей жизни это потенциальные зависимости. Это сто процентов. Что главное, если ты диверсифицировал активы, если у тебя интересно здесь, ты этим занимаешься, ты этим занимаешься, тогда вероятность зависимого поведения всё-таки существенно снижается, чем если ты выбираешь какой-то один элемент, даже вроде бы социально приемлемый, как трудоголизм. Ну, потом, да, хочется тоже к этому вернуться после алкоголя. А какие всё-таки вот здесь интервенции, допустим, на этапе розового употребления или на последующем этапе? Ну, видите, на этапе медового месяца так человек не придёт просто. Поэтому среднестатистический человек обращается за помощью скорее в тот период, когда у него уже что-то, сбои происходят какие-то. Ну, например, чаще всего это появление хотя бы псевдозапоев или запоев уже. Достаточно часто человек в этот момент начинает понимать или снижение количественного и ситуационного контроля. Начал перепевать не в тех ситуациях, плохо себя чувствую, чувство вины и так далее. И, опять же, задача понять, что у него с мотивацией и предложить понятный логичный путь развития сюжета. А дальше там уже есть разные типы техник, которые направлены ранние стратегии трезвости, когда нужно с тягой бороться с влечением управления кризисными ситуациями, профилактика рецидивов, поддержание достигнутого состояния. Это всё делится на несколько блоков, несколько этапов, и как можно экспериментировать это и собирать это как кубики. Кстати, что ещё хочу сказать, что появилась программа самой взаимопомощи на основании когнитивно-поведенческой терапии. Я не знаю, насколько она сейчас у нас представлена, она называется, Smart Recovery, которая, в принципе, она и взяла всю основную часть когнитивных техник, которые использовались в профессиональной среде, и попытка в рамках сообщества самовзаимопомощи использовать те же техники, чтобы человек с этим параллельно самостоятельно работал. Кстати, идея очень даже интересная. Ну, а вот если тяга возникает, что делать? Опять же, да, у нас есть несколько разных вариантов. Когда возникает? Если это вторичное влечение, когда уже человек выпьет, то там уже это иллюзия, да, потому что, как вы совершенно верно сказали, что большинство людей, страдающих алкогольной зависимостью, у них есть розовые, влажные мечты о том, как было когда-то в 905 году. Я поднимал бокал, вдыхал, мне было хорошо, это был такой романтичный вечер. А реальная проза, она, к сожалению, немножко такая пожёстче, да, в том плане, что сейчас-то это уже совсем-совсем по-другому. Техники совладания с влечением. На самом деле, можно выделить большое количество. Это можно от просто банального переключения своего внимания, это может быть взаимодействие с значимым человеком. Ну, например, муж пытается отказываться от алкоголя, и он проговаривает с женой, что если у них тёплые отношения, они там, не взаимное пиление ножовкой, то он проговаривает, что, знаешь, если мне будет тяжело, я бы хотел с тобой созвониться и, по крайней мере, обсудить, что со мной происходит. Это может быть, если он в каком-то сообществе анонимных, да, например, это может быть человек из этого сообщества, с кем он может поделиться. Ещё неплохие моменты, это, как говорят, суперпростые техники, просто скажи, нет, сейчас, что я ближайшие 10-15 минут проведу трезво. И, ну, не через 15 минут выпью, да, а 15 минут проведу трезво, мы потом вот уже... Прямое решение. Прямое решение дальнейшее. Есть целый ряд техник работы с образами, но там немножко более сложно, потому что это скорее в кабинете, да, нужно учиться. Ну, и есть в том числе в психотерапевтической работе техники, которые близки сами по себе к экспозиционной, когда человек приходит на приём, и он уже знает, что у него влечение появлялось, например, в эти периоды. И тогда его обучают прямо индукция влечения. Вот попробуй сейчас его вызвать, попробуй сейчас его спровоцировать, когда оно и так присутствует в его жизни. Понятно, не когда он был в ремиссии, всё спокойно, всё хорошо, ну-ка давай-ка мы с тобой тут спровоцируем. И пытаются понять, что же происходит. Потому что, видите, считается, что реализует человек влечение или не реализует, зависит ещё от того, как он воспринимает ситуацию. И даже один из авторов, Аарон Бек, выделил так называемые вонючие мысли. Вонючие мысли – это те мысли, которые могут поддерживать зависимость. Ну, например, там, на свои имеешь право, или там тебе будет полегче, или в этот раз у тебя беды не будет, в этот раз ты точно бокал вина, хотя обычно 0,7 водки, но в этот раз это точно бокал вина, а не как по-другому. То есть, когда у человека общие сонмы этих мыслей, связанные с тем, что он получит либо что-то приятное, либо он контролирует ситуацию, и в этот раз-то беды точно не будет. Разный вид, там же они как-то делятся, разрешающие убеждения. Поощряющие. Поощряющие. И вот что, то есть на каждую мысль надо отвечать. Ну, в идеале. Но это, видите, уже такая более содержательная, более такая содержательная психотерапевтическая работа, которая, как правило, ведётся в кабинете, и, может быть, если это сообщество равных, когда те люди, которые бросили, помогают тем людям, которые находятся в процессе. Хотя, кстати, термин «бросили» тоже иногда, знаете, критикуют, что бросил, как бросил. Ну, в любом случае, да, надо понимать, что если есть зависимость, и в голову приходит мысль, сейчас я вот 30 грамм выпью, остановлюсь, ну, попробуйте на эту мысль ответить, что, скорее всего, не остановитесь, если уже контроль утерян, и таких вот вариантов много, мысли может приходить. Ну, а зависимость как раз и подкидывает эти варианты, и причём, как правило, чем больше период воздержания, тем эти мысли более активные, говорят такой, ну, ты чё, конечно, ты ж сильный, ты же справишься, ты же можешь, почему ты себя ограничиваешь, и так далее. И память услужливо подкидывает варианты из прошлого, когда было хорошо. Опять же, варианты в основном 905 года. Да, да. То есть такие, которые были на предыдущих этапах игры. Вот я иногда шучу с долей шутки, говорю, что, вы знаете, вы уже в этой игре достигли такого уровня, когда обратно вам, обратно варианта нет. Вы уже с боссом сражаетесь, поэтому здесь автосохранение. С низкого уровня вам не начать. Мы вот, да, тоже советуем самый негативный какой-нибудь, вот если эйфорически возникает воспоминание, вспомнить самый негативный опыт, ну, что вот, не будет этого такого, да, смакования там в Ницце, а вспомни самый негативный, ну, не знаю, самый тяжелый день запоя, или какое-то самое такое, ну, что ты делал неприятное, за что там стыдно, вот такие воспоминания, чтобы эйфорическую память сбить. Да, то, что вы описываете, есть такая техника, так называемая техника по Людвиг, кстати, еще годов 80-х, ну, вполне рабочая. Когда считается, что человек, именно у него срыв происходит в тот момент, когда работают кратковременные факторы, которые вот здесь и сейчас. Вот, да, у тебя там неприятности на работе, в семье там вот где-то они, но они начинают, эти неприятности начинают отодвигаться на задний план, связанный с алкоголем. А конкретно здесь, вот этот конкретный бокал пива, вот эта конкретная ситуация, вот ты выпьешь, и тебе станет легче. И, безусловно, здорово, когда мы можем сопоставить последствия, которым это может привести, там есть техники завершения, образы и так далее. А можем еще и просто составить такую карточку, когда человек выписывает долгосрочные последствия, по сути, благодаря которым он и отказывается. Почему вот мы когда говорили про списки, что это важно не абстрактный список, там капля никотина убивает лошадь, абсолютно конкретный, связанный с конкретным человеком, когда я, например, понимаю, что это вредит моей семье, или это ухудшает мое здоровье, или я вообще-то в жизни стараюсь быть максимально независимым, получать удовольствие от жизни. А здесь получается что-то другое. А вы все-таки вот как думаете, кому нужно, если про алкогольную пока зависимость говорю, ну кому нужно, предположим, в реабилитацию ехать, да, кому, это же всегда такой вопрос, потому что алкозависимые не очень любят реабилитацию, и обычно, ну в группе все-таки их меньшинство, так если там вскидку взять, ну процентов 50, обычно у нас наркозависимые, там 30, наверное, алка и игроманы, там про ска, про них тоже мы сейчас поговорим, кому нужно в реабилитацию, а кому можно достаточно психотерапии в таком формате раз в неделю. Ну знаете, я здесь, наверное, здесь, наверное, вы более грамотно ответите на этот вопрос, поделюсь мнением, мне кажется, если человек как раз, ему не удается находиться в трезвости в периоды между такими встречами, то это уже повод задуматься о том, что нужно что-то более интенсивное. Это очень такая тема, на самом деле, серьезная. Или стационар, или реабилитация. Второй момент, мне кажется, реабилитация супер нужна, когда, вот мы тоже в кулуарах немножко обсуждали про расстройство личности, ведь нередко алкогольная занависимость не растет одна, она комбинируется с чем-то. Часто это тревожные расстройства, много всего остального, но, например, комбинация расстройства личности, например, пограничное расстройство личности, плюс алкогольная зависимость, то это, по идее, требует более серьезного подхода. Либо это какой-то мощный психотерапевтический подход, не знаю, с использованием диалектик поведенческой терапии, которую можно организовать амбулаторно, что тоже не гарант. Либо это включение в реабилитационную программу. Ну, и в идеале, наверное, понимаете, легко так говорить, как в идеале, потому что есть реальные условия, но в идеале это как раз включение в реабилитационные программы более четкого элемента психотерапевтического, направленного на четкую работу. Например, там, не знаю, навыки эмоциональной регуляции у человека, страдающего пограничным расстройством личности. Ну да, там пожестче, поведенческие техники разные. Конечно. Иначе там, не знаю, неправильно ответил на вопрос отвержения и вперед. И это не потому, что человек плохой, не потому что просто у него вот его чемодан с инструментами маленький, у него есть только регулировать настроение, выпить или самоповреждение нанести. Или еще что-то такое небольшое. Вот это 100%. И я думаю, это мы для специалистов тоже говорим, потому что есть, ну, я знаю, много негативных примеров, когда человек пьет, ходит раз в неделю к терапевту, и вроде бы как все не замечают это, да, на мой взгляд. Если вы видите, что, ну, не получается, надо рекомендовать реабилитацию, потому что смысла в такой терапии, на мой взгляд, мало. Опять же, тут есть, видите, есть существенные подводные камни, потому что мы можем ориентироваться на полную трезвость, да, это идеальный вариант. Вот, важно в тоже момент. А с другой стороны, современные такие тенденции, вроде как направлены на снижение, на концепцию снижения вреда. Как раз вот эта программа точка трезвости. На самом деле, не совсем так, потому что точка трезвости, да, она ставила задачу, в том числе и уменьшения объёмов потребления, но основная цель, конечно, это, что это промежуточный этап на пути к полному отказу. И вот тут вот возникает такая дилемма, которая, на мой взгляд, в современной медицине пока не решена. В чём она заключается? Что, с одной стороны, вот эта идеальная стойкая трезвость, когда человек к ней приходит, это было бы супер здорово и хорошо бы, чтобы люди стройными рядами туда шли. Но почему-то туда идёт очень небольшой ручеёк людей, а остальные люди рассеиваются по соматическим стационарам, приходят уже с панкреатитами, с кровотечением из вен пищевода и так далее. И получается, что возникла гипотеза, а не стоит ли вот этих людей тоже как-то окучивать и хотя бы куда-то, чтобы поменьше вреда было. Кстати, интересный факт, что ещё Владимир Михайлович Бехтерев предлагал вместе с водкой продуктовые наборы отдавать. Для чего? Для того, чтобы тот человек, который пьёт, он хотя бы закусывал, чтобы он хотя бы как-то чуть-чуть снизил вред. Это тема такая, серьёзно, вообще снижение вреда. Но второй момент заключается, а проблема-то в чём заключается, с другой стороны. А вот если это просто концепция вреда, то она может поддерживать у человека иллюзию того, что я могу пить в меру. Так это же главная мечта. Главная мечта. И вот здесь пчёлы против мёда. В общем, достаточно сложно здесь делать какие-то однозначные вердикты. То есть, если говорить с точки зрения реализуемости, как ни парадоксально, но приход к полному отказу от алкоголя кажется наиболее реалистичной историей, то же самое, как приход к полному отказу от игры у человека, страдающего, например, игровой зависимостью. С одной стороны. С другой стороны, я допускаю вариант, что человек начал работать пока с, например, оценивать, как происходит, и пытаться воздерживать, но даже у него, если есть срывы, он всё равно, но тогда, и он идёт каким-то путём, но тогда важно понять, что скорее, вот смотри, у тебя есть такое представление, что ты можешь контролировать приём алкоголя, ты параллельно принимаешь там препараты такие-то, это не только касается пролонгов, и параллельно, ну давай мы с тобой выберем какой-то рациональный диапазон времени, например, там два месяца, определим, как ты видишь, что для тебя является приемлемым результатом, как часто ты выпиваешь, имеет это последствия, не имеет ли это последствия, и по протяжении этих двух месяцев, а может быть раньше, если у тебя будет такое решение, мы, желание, мы примем решение о том, что ты можешь отказываться от алкоголя совсем. Вот такой вариант. Стратегия определённая. Стратегия, да, то есть мне вот такая стратегия выглядит гораздо более... Да, но всё равно динамику вы видите, то есть если есть динамика, она может не быть такой вот резкой, но в одном направлении. Второй момент тоже немаловажный, видите, когда человек приходит к специалисту, ведь вы можете работать по поводу... Это может быть не клинический запрос, это может быть запрос, связанный, не знаю, с личностными чертами, с характерологическими, это может быть помощь адаптации в работе и так далее. То есть есть ещё вероятность, что в таком случае специалист и клиент, например, работают в рамках психологического консультирования и не работают по поводу зависимости вообще. Ну да. Второй момент нередко, который тоже может возникать в этой области, это когда человеку неудобно рассказывать своему врачу, что он там в период этот подбухивал, и он рассказывает о том, что всё было нормально между встречами. То есть нюансов, к сожалению, нюансов достаточно много и не всегда они конструктивно преодолеваются. А вообще вот у вас в центре много зависимых клиентов? Мы в большей степени, так как мы в большей степени работаем с, это центр, один центр работает, это психиатрия, другой психология и образование специалистов, то, безусловно, это больше попадает в сопутствующие люди, страдающие нехимическими зависимостями. Потому что мы как раз, когда человек с химическими зависимостями обращается, мы его переадресовываем в то место, куда ему нужно. То есть всё-таки к психотерапевту обращаются чаще с нехимическими зависимостями. Ну, чаще, если мы берём в целом, я сейчас говорю даже про опыт супервизии коллег и опыт работы, то, конечно же, достаточно часто обращаются субклиническими случаями, когда у человека уже, ну, ведь зависимость, она тоже из воздуха не появляется. Он, например, понимает, что запрос может быть связан с продуктивностью, например, и параллельно выявляется, что человек частенько алкоголь употребляет. Может это послужить некоторым дополнительным рассмотрением, и когда человеку скажет, что вот, слушай, если ты с этим прицельно будешь работать, вот есть специальные организации, там люди, которые с этим работают суперприцельно, и ты сможешь обратиться, а давай мы попробуем вот сейчас понять, что у тебя с мотивацией, как это происходит. Это когда такие, скажем так, сопутствующие запросы. Конечно, обращений с точки зрения нехимических зависимостей гораздо больше. Но видите, про отдельная тема очень большая, что считать нехимическими зависимостями трудоголизм, являются РПП нехимическими зависимостями, сейчас чаще говорят, что не являются. Промежуточные. Да, что их сейчас, несмотря на ряд классификаций, когда... Мы сейчас подходим к важной теме, потому что я тоже видел у вас на эту тему отдельное видео, и это вот практика показывает. Сейчас мы ведем группу по воскресеньям терапевтической. У нас всегда, вот сейчас где-то там всего 8 групп, вот где-то 6, сейчас 7, в основном у нас ставят темы переедания. Это люди с химической зависимостью. Да, вот у них только ремиссия начинает стабилизироваться, переедание, трудоголизм, то есть вылезают разные нехимические зависимости или там с отношениями, понятно. Ну, я тоже разделяю на самом деле, анорексия больше связанная с восприятием схемы тела, чем, например, вот компульсивный... более осевой компонент. Это более... Ну, другой регистр, на мой взгляд, более тяжелый, да, и там... Ну, тоже это профессор Егоров в принципе классификацию придумал. Промежуточная зависимость пищевая между химическими... Вот давайте про них как раз поговорим, а потом чуть-чуть про нехимические... Потому что мы говорили про химические... Про расстройство пищевого поведения вы имеете. Ну, да, то есть он выделяет там переедание и голодание разные варианты. Видите, я бы, наверное, к этому подходил немножечко по-другому. Мне больше нравится, несмотря на то, что Алексею Юрьевичу очень тепло отношусь и в человеческих хороших отношениях, я бы, наверное, больше говорил о том, мне более близка концепция, несмотря на дружеские отношения, которая... Концепция Кристофера Фаерберна, потому что все-таки нервная анорексия, нервная булемия, компульсивное переедание. Считается, что все-таки есть такой называемый трансдиагностический подход, что если посмотреть на одного и того же человека с расстройством пищевого поведения на протяжении длинники его жизни, то может оказаться, что все начиналось, например, с ограничительного паттерна при анорексии. И когда-то человек соответствовал критериям нервной анорексии. А вполне возможно, что вот за время этих диет изнурения себя физической активностью, а годиком к 40-50 у него уже может быть вполне избыточный вес, который необязателен при компульсивном переедании. И уже критерии его состояния могут отвечать вообще-то уже и компульсивному перееданию. Что более типичная точка зрения какая, что действительно нервная анорексия наиболее тяжелый регистр, а вроде как компульсивное переедание, вот, ну, вроде как... Как пищевая зависимость. Как пищевая зависимость. Но мне все-таки кажется, вот, если говорить про мое впечатление, оно вроде как сочетается с современными медицинскими исследованиями, что лучше все-таки к расстройствам пищевого поведения подходить как к расстройствам пищевого поведения. План питания, марш и херен, когда мы в том числе учим человека нормальному паттерну питания, что не должно быть запретных продуктов. Да, это очень важно. Здесь нужны иногда прям поведенческие такие техники. Без этого даже психотерапию невозможно начать. Конечно, конечно, да, потому что если, опять же, да, яркий пример для меня, если человек страдает нервной анорексией, и в этот момент ему пытаются высоколобые психотерапевтические техники делать, а у него уже истощение, может, там параэнтеральное питание уже нужно. Считается, что лучше начинать, что, во-первых, в этот момент карата не очень регулирует поведенческую составляющую по вполне понятный момент, когда ты истощен. Это если меня заставить не высыпаться, меня заставить голодать или ограничить мой доступ к еде, то вполне возможно на вопросы я буду отвечать совсем по-другому. Вот. Так вот, вернемся к этому. Мне кажется, что вот если для специалистов я бы ключевые. Марша Херин, правила трех, план питания, да, это про структуру питания, которую важно человеку освоить для того, чтобы у него не было вот этих эпизодов. То голодаю, то объедаюсь, или там объедаюсь, потом изнуряю себя физическими нагрузками или диуретиками. И работы Кристофера Файерберна, часть которых вполне переведена на русский язык, которые можно вполне почитать. А как же строить вот эти психотерапевтические интервенции для людей с расстройствами пищевого поведения? В этих техниках тоже используются элементы техник, которые используются при зависимости, например, мотивационное интервью. Но всё-таки канва существенно другая. И мне кажется, когда мы как раз воспринимаем расстройство пищевого поведения как аддикцию, здесь может таиться очень такой существенный подводный камень, что мы можем подобрать не те интервенции, которые человеку нужны, и наоборот поощрить его опять же желание только худеть, что бы ни происходило вокруг, потому что я себя так воспринимаю. Я художник, я так себя вижу. Мне тоже кажется, что есть различия. Те же наши алкозависимые, предположим, формирующиеся ремиссии начинают переедать, это больше с механизмами алекситимии связано, что они не понимают, что с эмоциями происходит. Согласен, да. Извините, я вот на часть вопроса здесь не ответил, ведь вопрос-то в чём возникает? Иногда человек, например, может обратиться и говорить, вот я хочу отказаться от этого, но мне нужно что-то такое же, чтобы это заменяло. Я говорю, если вы найдёте что-то такое же, что вам будет заменять вот это, это будет точно такая же аддиктивная патология, которая через какое-то время у вас разовьётся, так как вы уже на продвинутом уровне находитесь. Вы уже прокачанный персонаж, у вас уже всё, вы сильный. И вот здесь действительно проблема в чём, которую вы озвучиваете. У человека, например, ушёл, Оля уходит в ремиссию по поводу зависимого поведения, а то, что у него за время зависимости или до этого навыки эмоциональной регуляции плохие, когда он не может решать социальные проблемы без каких-то привлечений химических костылей. И вот тут начинает, возникает, мы видим то, что человек пытается справиться, часто пытается справиться с определёнными вызовами условно привычным ему действием. Ну да. Я буду не водочку пить, а феназепам есть, или я буду играть ставки в букмекерских конторах делать, потому что мне жизнь как-то не особо интересна, а вот это меня, простите за выражение, штырит. Вот у нас как вчера девушка на группе говорит, вот раньше я бутылку вина выпивал, а сейчас я там три гамбургера заказала и то же самое примерно съела, хотя не хотела есть, я говорю, а цель какая? Ну вот получить это облегчение. Вот, например, в одном из направлений схемотерапии, это одна из веточек когнитивки, которая разрабатывалась для людей, страдающих прежде всего расстройствами личности, которым я тоже занимаюсь, это концептуализируется, вот такой паттерн концептуализируется как режим отстранённого защитника, который может сейчас вообще критериям зависимости вообще не отвечать, но когда человеку, например, больно, ему тяжеловато, и он думает, такой, я люблю повеселиться, особенно поесть, да, и тогда он заедает, или он смотрит сериалы несколько суток, не отвлекаясь, и ему не очень-то весело в этот момент, и наша задача здесь научиться лучше регулировать свои эмоции, ну и по сути, чтобы он использовал другие механизмы вознаграждения, ну дифференцированно и пытался получать удовольствие от каких-то простых вещей. Каких? Да в жизни, вы знаете, когда я пешочком, если у меня есть время, я пешочком прогуливаюсь до работы 40 минут, даже если погода не очень, я в целом скорее получаю удовольствие от процесса, чем не получаю. Во-вторых, потоковые виды деятельности. Вы же, наверное, на работе не только страдаете, интересно же что-то придумывать, что-то реализовать, даже если в процессе реализации проекта ты думаешь, ох, зачем же я это начал? Ну, на мой взгляд, творчество это вообще основа, что дает человеку вот эти какие-то ощущения такие новизны, дофамин какой-то. Но человеку с зависимостью действительно сложно, потому что сленгово, он может проваливаться в такую дофаминовую яму. Когда он отказался от условно близкого друга, который его хоть как-то выручал, с ним было 24 на 7, например, азартную игру или химическую зависимость, и который уже давал много расплаты, а он выходит в этот мир, а тут ничего нет. А тут ему холодно. Есть такая метафора про тёплый свитер. Зависимость, как тёплый свитер, когда-то одел, полегчало, согрелся, а потом аллергия началась, чешусь уже, всё ужасно, снимаю свитер, холодно, и опять туда. Поэтому, да, вы поднимаете очень важные вопросы, что с этим, вообще, что с этим делать и готов ли будет человек с этим что-то делать. Или он возьмёт себе небольшой антракт и типичный срыв по алкогольному, при алкоголе, как происходит. Человек отказывается, нередко становится, особенно если он никак свою жизнь не меняет, работали с психологом, работали с психотерапевтом, сейчас даже не только по поводу какого-то зависимого поведения, скорее про восстановление способности получать удовольствие на жизненные цели, которые ему важны, смотря куда он идёт. Типичный паттерн какой? Типа завязал, злой, напряжённый, что-то тут происходит, жизнь вообще, пи-пи-пи, кругом всё пи-пи-пи, я только работаю, вообще не отдыхаю, ещё и нередко с точки зрения денег становится такой, скаридный такой, жене нет, это нельзя, это не то, да. Проходит какой-то промежуточек времени и понеслась душа в рай. Вот. Будет ли он это корректировать или не будет, к сожалению, это, ну если широко сказать, не совсем наша зона ответственности, мы можем ему сказать о том, что вот в эту сторону здорово было бы пойти, здорово было бы попробовать вот это, или хотя бы самостоятельно, мы сейчас не говорим про какую-то промоцию услуг, да, приходите ко мне, я вам тут буду помогать, а скорее, чтобы человек осознавал, что вот в эту сторону у него дефицитик-то может быть, что как, не знаю, я могу по утрам на работу пешком ходить, чтобы не сильно жреть и гиподинамия не была, могу в зале на эллипсе бегать, а могу, наверное, персональные тренировки брать. Так вот, не всегда персональные тренировки – это единственное решение проблемы. Может быть, и не может быть, да, есть целый ряд других моментов, которые мы можем встроить в свою жизнь. Примерно так. Бросить-то бросил, а что потом происходит? Поэтому и критикуют слово «бросил», что значит «бросил», дофаминовая система та же осталась, система награды головного мозга та же осталась, социальное окружение тоже осталось, механизмы решения проблем те же остались. И что значит «бросил»? Бросил – это ты одномоментно, я в целом, в широком смысле слова говорю, ты одномоментно принял решение, что теперь тебе с этим не по пути. Ну, проведем аналогию. Человек вдруг в один момент решил, что он будет заниматься бизнесом или напишет, например, там, кандидатскую диссертацию. Решить – классная история. Но вот только потом, чтобы… Или получить новую профессию. Но вот потом открыть свой бизнес и чтобы он работал… Сколько сейчас этих всех бизнес-тренеров, успешный успех. И вот тут есть вопросики, потому что будет очень много от него требоваться последовательных усилий для того, чтобы из точки А перейти в точку Б. Ну да, а выживает там сколько? 90% что ли закрываются организации в первые три года. То есть вот решиться-то, мотивироваться можно, но это ни о чём не говорит. Нужны последовательные шаги там. Это всё абсолютно верно. Ну здесь я бы по отношению к клиентам, пациентам бы не обесценивал. Решиться – это здорово. Но ещё также важно выработать работоспособный план, который мог бы… Как это? Жизнеспособный, который реалистичный, который мог бы привести к успеху. Или, например, даже если твой бизнес обанкротился, ты понимаешь, готов ли ты заново сюда войти и какие уроки из этого ты извлечёшь. Кстати, такой принцип работы со срывами часто используется, что срыв не катастрофа, это неприятный шаг, но это не катастрофа. Тебе важно понять, где у тебя ресурсов не хватило, где у тебя ящик с инструментами слабоват оказался. И из этого сделать выводы и пойти вперёд. А про игровую зависимость так вкратце, пока время есть, тоже же вы как-то сталкивались, да? Конечно, конечно. Ну, игровая зависимость, во-первых, помните, я в начале нашей встречи говорил про то, что, про мотивацию, что когда регулятор что-то делает, то зачастую у людей появляется уже не особо-то желание играть. То есть, например, когда были казино, не только в особых экономических зонах, когда были залы игровых аппаратов прямо в метро, в вестибюлях, то, естественно, лавина была, людей зависимых становилось больше, больше и больше. Очень порадовало, когда этот поток, в том числе с точки зрения действия регулятора, он начал сокращаться. Одно дело, ты монетки там, не знаю, в любом... В метро, да. Даже в предбаннике супермаркета люди забрасывали монетки, да? И сейчас проблема, наверное, опять другая, что бизнес-то теневой, он такой мощный, Вот и с айкосами, но с этими всеми то же самое. И букмекерские конторы, онлайн, а вот заведи денежку... Доступность, да, вот это важная тема, я просто сейчас комментарий сделал, смотрел тоже, когда готовился лекцию вашу, про крыс, да, и про морфин, когда в абсолютной доступности, то становились зависимые. Опиоидные эпидемии сейчас в США, если вот так всем назначать бесконтрольно опиоиды, ну, понятно, что большое количество людей станет зависимым, независимым там даже от психологических, социальных факторов. То же самое с игрой, если везде стоят аппараты, казино, ставки на спорт, телефон всегда... Вот в этом сейчас сложность срывов. Они говорят, от чего нам оградиться, да, если с алкоголем, понятно, не ходить в бар, там, не общаться с употребителями, наркоманами, то здесь телефон всегда под рукой. Ну, телефон под рукой, во-первых, можно минимум попытаться заблокировать свой аккаунт, можно попытаться удалить приложухи, чтобы они не одномоментно открывались очень быстро, да, все-таки, чтобы был какой-то поведенческий зазор между желанием поиграть и возможностью игры. То есть, мы сейчас не берем те варианты, когда человек целенаправленно решил, если целенаправленно решил, тут мы умываем руки, да, потому что это, он найдет, как это реализовать. Второй момент, нередкий, мне кажется, очень неплохо, когда, если это случается членом семьи, то с договоренности с ним ограничивается количество денег на той же карточке. То есть, например, но только это при его желании, то есть, ему объясняется, что вот это может помочь ему на первых этапах не срываться, ну, грубо говоря, если у него на карточке будет тысяча рублей, чтобы просто покушать, оплатить проезд, там еще что-то, то вероятность срыва несколько меньше, чем если у него будет на карточке 15 тысяч, да, к примеру, потому что он эти электронные деньги легко у него будет соблазн. Но, конечно, организованный бизнес в плане букмекерских контор, это просто, вот мне кажется, менеджерский состав и, как говорится, СММ-звено, но это прямо, простите, ну, тут... Все блогеры, да, это очень-очень продвинутые специалисты, потому что человек воздерживается, он не играет, например, уже 4 месяца, и тут ему СМС-очка, а вам фрибет 15 тысяч рублей, не хотите ли вы сегодня поиграть? И опаньки, и вот это для зависимого человека, это как пьющему человеку, вот вы выиграли бутылочку дорогой водочки, отведайте, пожалуйста, но вы ее можете только выпить, вам нельзя ее унести домой или подарить кому-то, вы можете ее только выпить. И таким образом, естественно, букмекерские конторы провоцируют срывы, потому что какая их задача? Иллюзию контроля, чтобы она опять включилась, и чтобы человек поиграл. Почему они так легко дарят эти там 3, 5, 15 тысяч? Да, конечно, да. Потому что это заложено в бизнес-модель, потому что эти 15 тысяч ничто по сравнению с тем, что при срыве человек притащит обратно в букмекерскую контору. В зависимости от азартных игр, вот, заметил я как раз здесь много моментов с когнитивными разными искажениями, не знаю, как это назвать. Более чем, конечно. Какие, может, популярные? Ну, что вот, не знаю, как-то они связаны с финансами. У меня там один гость был, интервью записал, он говорит, вот я для себя фразу запомнил, в игре денег нет. Ну, то есть, что выиграть невозможно, да? И она ему, вот он ее крутил, крутил, как-то помогла. А какие вот такие бывают, ну, искажения по поводу денег, игры? Ну, попробую систематизировать. Наверное, вопрос непростой, но, во-первых, достаточно часто игрок персонифицирует своего противника. Особенно это ярко было, когда в Питере было очень много залов, официальных залов игровых автоматов. так вот, и помните, может быть, вы нередкие случаи, когда человек, когда люди разбивали молотком там и так далее. Так вот, что происходит? Происходит следующее, что человек не с бездушной машиной бьется, он с одушевленным существом взаимодействует, и это одушевленное существо может дать ему выигрыш, или забрать, или наказать. И, кстати, у игроков на определенных этапах мотив уже не выиграть, а отбиться, им бы вернуть долги. Вот у этого противника. То есть, персонификация происходит. Второе. Очень нередко у человека, который особенно только начинает отказываться от игры, у него очень большие долги. Почему он отказывается? У него долги появились. Все. У него огромные долги, сам он их закрыть не может, родственники закрыли, он опять играет, и вот здесь вот он обычно пытается с этим что-то делать. Вот родственники обычно не обо всех долгах даже знают. И что с ним происходит дальше? У него нет плана отдачи долгов. То есть, он не может сказать, что Петя, я тебе в этом месяце точно не отдам. Ты прости, но в лучшем случае март 2025 года или июль 2026. И получается, что он потом, когда дата выплат подходит или за ним кто-то бегать начинает, он начинает, как клиенты говорят, кубатурить. Так вот, как же, где же взять эти деньги? Ну, где взять эти деньги, понятно. То есть, взять, выиграть. То есть, есть впечатление о своём контроле, как и при других зависимостях, и контроль связан с чем? Выиграю сейчас. У многих клиентов, особенно у людей, особенно достаточно молодых и с определёнными личностными характеристиками, может вообще формироваться такое представление, как я достоин большего. И инфо-цыгане это раздувают всегда. Ты можешь работать два часа в неделю, курить бамбу, а я теперь ухожу из такси. Почему? Я дарю тебе эту поездку. А почему даришь? Да потому что я вот столько-то поднял, я завтра ещё вот столько-то подниму. И были случаи, когда такие люди молодые говорили, да что у меня там родители? Горбатятся на своей работе, уходят в девять, приходят в шесть вечера, да эти жалкие деньги, хотя они его обеспечивают на всякий случай, да они же вообще эти гроши зарабатывают. Вот я, вот я на когда играю, я вот столько-то там поднимаю. И есть ещё, вот здесь вот момент искажения срабатывает в чём? Первое, что он может зарабатывать таким путём, и он достоин большего, не вот там сидеть с утра и что-то делать структурированно. Это один момент. Второй момент, наверное, тоже достаточно важный, это типа предчувствия, которые при игровой зависимости, они очень сильно мифологизируются. То есть, грубо говоря, вот когда игровые аппараты были там так, и работники залов иногда так зарабатывали, не знаю, сами верили или нет, игрока у постоянного подводят и говорят, вот этот аппарат сегодня наелся, он точно скоро даст, он даёт обычно по вечерам, когда он накормленный, и он туда побежал. До каких-то простых вещей там в красных в точечку носках пришёл, получил выигрыш, и у него аффективно это может слиться в то, что когда он так делает, он фортуну за хвост берёт и... Магическое мышление. Магическое мышление, да. Вот у игроков очень развито. Причём, ну, если раньше говорить, когда было больше людей, там, карточные игры, более сложные, вот всякие такие элементы, то некоторые прямо специально прокачивали навыки, чтобы как лучше играть и так далее. Что ещё для игровой зависимости характерно? Повторюсь, самый ключевой момент, мне кажется, что мои проблемы может решить игра, какие бы то ни было. И в этот момент, кстати, читателям всем рекомендую почитать Достоевского игрок. Классно описаны стадии развития зависимости, вообще вот всё видно прям, получите большое удовольствие. И как человек вовлекается, и как срыв происходит, как у него начинают появляться эти мысли. То есть, ключевой момент ещё важный, это мысли появляются, когда появились свободные деньги или наоборот нет денег. То есть, во всех ситуациях. Если нет денег, значит, надо с этим что-то делать, и желательно немедленно. Если есть деньги, то это же избыток. Я даже когда-то обезличенно буду, чтобы человек описывает следующую ситуацию срыва. У меня есть денежки. У жены скоро день рождения. Я прихожу в ювелирный магазин, и уже не играет какое-то время, и выбираю ей колечко. И обращаю внимание, что я выбираю колечко или очень дешёвое, или очень дорогое. Когда я задаю себе вопрос, а почему так происходит? Потому что дешёвое, у меня останется денег поиграть, а дорогое, у меня сейчас не хватает денег, мне нужно выиграть, и тогда я его куплю. Вот такие интересные игры. Любые пути ведут. Интересные игры внутри головы разворачиваются у самого клиента. То есть, куда его это ведёт. Ну, а вот что делать, как говорится, да? У вас были в практике, что даже по исследованиям там 10% ремиссии считаются, и практика показывает, что салка, с наркозавистиями проще всё-таки ремиссии добиться и работать. А здесь срывы вот такие вот магические. Вот всё человек понимает в программе там даже раз как-то вот тух, сам не может объяснить, как сорвался. Как с ними работать? То же самое. Увеличение осознанности, понимание. Если человек, по крайней мере, понимает, что у меня сейчас желание играть близко к 100%, у него появляется возможность с этим справиться. Если его внутренний мир для него потёмки, и он вообще как Алексей Тимичин, он не понимает, какие эмоции он испытывает, он не осознаёт своё влечение к игре, то тогда у него все срывы по типу шёл, снег, голова попал, упал, очнулся, гипс там и так далее. То есть, вот какой-то такой солянка. И когда ты начинаешь разбираться, а как же это пошагово происходило, то оказывается, что вообще-то это всё не так уж слабо осознаётся, но человек может потом расписать, да, не знаю, там, теория маленьких шагов, да, она в какую сторону работает? Примерно в ту, что, так, я сперва что-то, руководитель последнее время переводил деньги на ту карточку, которая у жены, а жена мне потом спонсировала ежедневные там, например, поездки на работу, а тут что-то халтурка появилась, и думаю, закину-ка я эту денежку на другую карточку. Уже немножко не выглядит этапом спонтанного срыва. Потом эти деньги лежат на другой карточке вдруг, и чего-то они начинают, как это, жечь карман, жечь карточку, да, такой, а почему бы мне, собственно, появляются, например, там фантазии о том, что я бы хотел себе позволить, да, например, не знаю, причем фантазии достаточно часто такие благообразные, а я хочу жену в ресторан сводить, я ей хочу подарок подарить, я не за счет денег, которые там у нас семейные, мы долги отдаем, а вот это же отдельные денежки, так, ну что-то на подарок тут хватает, но, а если я сейчас выиграю? Да, и вот если мы это переводим из неосознаваемой сферы в большую, с большей степенью осознаваемость шансов на то, что срыва не будет, они существенно выше, но вот тут вот вопрос, опять же, такой вопрос, что я не думаю, что проблема зависимости, про реалистичность ожиданий, что проблема зависимости в обозримом будущем будет решена, к сожалению. Что-то новое будет появляться. Нет, что-то новое будет появляться и по все время появляется, но, к сожалению, нет никаких механизмов, которые бы гарантировали ремонт холодильника, как бы притащили, вот играет. Что, что человек не будет играть день, неделю, месяц, год. Это все вероятностный эффект. И причем для того, чтобы ему не играть, это я бы назвал, наверное, его бег на эскалаторе, который движется вниз, а ему нужно подняться вверх. Если он просто застыл на эскалаторе, смотрю... Это про любую зависимость, можно сказать. Если он просто застыл на эскалаторе, смотрю, вдаль, стянет. С огромной степенью вероятности, если это уже зависимость. Поэтому, вот, наверное, так. То есть, с одной стороны, у меня нет и такого всепропальщества, что все пропало, помочь нельзя, но, с другой стороны, безусловно, я далек от идей того, что мы вот тут быстро все порешаем или какое-то направление психотерапии или фармакотерапевтическая поддержка решит все ситуации. Конечно, нет. Конечно, нет, к сожалению. Это как гарантированно выучить языки, да, ну, при том, что там биологически ничего не нарушается при изучении языков. Ну, да. Это я вспомнил тоже пример, вот сейчас вы приводили, как раз был в реабилитации там человек, он рассказал, что-то он проиграл, и, ну, жене решил сделать приятное. Чувство вины, вот здесь важная еще такая история, чувство вины, там практически, ну, очень часто наблюдаю я, и вот, ну, как ее, надо, ну, выиграть, конечно, да, и он машину хотел подарить, в общем, пошел выигрывать деньги на машину и проиграл квартиру, и после этого ему сказали, все, дружище, пора тебе в реабилитацию, насколько вот здоровому человеку, ну, абсурдом кажется, да, такой ход мысли, но там в голове это вот логически. Логически, вы знаете, даже, к сожалению, играющие люди вообще очень по-разному относятся к денежкам, которые у них, например, сейчас на карте и к выигранным деньгам, потому что нередко бывает так, опять же, отказался от игры, и вдруг дома вводятся строгие ограничения, которые распределяются не только на него, но и на жену. Шоколадка не дороже стальки-то рублей, чашка кофе не дороже стальки-то, мы тут везде всё экономим, чтобы нам как можно быстрее отдать долги. И, кстати, вот такой вот вариант иногда очень провальный, потому что гайки перезакрутились и потом резьбу сорвало, да, но из-за того, что описывали сами люди, что достаточно часто они очень по-другому относятся к деньгам, которые они выиграли. Там легко все. Там легко, то есть, почему работники залов раньше там вот этот аппарат накормлен, ой, дорогой господин, подойди сюда, хочешь, я тебе там пиво принесу, потому что в этот момент это 10 плюс к щедрости. А я вот сюда, а я вот жене, а жена же давно хотела жидкокристаллический телевизор, это когда ещё кинескопные в основном были, а дай-ка я ей подарю. И он заявляется домой жидкокристаллическим телевизором, как в рекламе, купишь жене сапоги и так далее. И действительно, вот, и, конечно, здесь, казалось бы, со стороны можно было бы как-то осуждать, но у меня никакого осуждения нет, потому что я понимаю, что человеку изнутри крайне проблематично из этого выбраться. То есть, опять же, у него есть спасательный круг, который рядом, спасательный круг – это там поиграть у букмекера, например. И вот он за него хватается. И хватается автоматически. поэтому тут важна и мотивация, и понимание, куда он идёт, и новые навыки. Новые навыки совладания в широком смысле с этой жизнью. Ну да. Там, по-моему, на 40% по некоторым данным суицидальный риск выше, чем при химических зависимостях. И вот мы всегда первым делом спрашиваем, были ли мысли суицидальные, попытки какие-то. Ну, мысли, не знаю, почти у всех. Почти у всех. Другая серьёзная проблема. Конечно. Ведь здесь сложность с игровой зависимостью в чём заключается. Мне нравится классификация кастер, которая не сильно клиническая, там много социальных параметров. Но когда у человека теряется количественный институционный контроль, у него появляются огромные долги. Да. И, к сожалению, долги не всегда нажиты честным способом. И поэтому, когда у него появляется необходимость отвечать по обязательствам, то тут вполне себе тяжело. Плюс в ряде случаев присоединяется аффективная патология. Ну, и биполярное расстройство нередко коморбидно. Исследования показывают, что если биполярное расстройство плюс игровая зависимость надо лечить, биполярное расстройство медикаментозно, толково, правильно. И это важный этап. И вот эту депрессию игровую надо выявлять, дифференцировать. Не только депрессию, но и подъёмы настроения. Такая проблема серьёзная. Я сегодня понедельник в субботу будем снимать игрока, исполнитель, 3 январь называется. Вот он тоже поделится опытом. Он, по-моему, год или полтора в ремиссии. Очень сейчас большой интерес и в интернете, и в Ютубе к этим историям. Потому что об этом как-то мало раньше говорили. Вот так же люди, особенно ставки на спорт. Ну, вроде, что такое? О, ставки на спорт. Спортивная деятельность. Около спорта. А если человек раньше увлекался футболом или теннисом или ещё что-то, так он тут не просто ставки делает. Он себя виртуально прокачивает, он интересуется матчами. Это всякие сразу, как это, 2-3 в одном. И, кстати, суперздорово, что у человека такая хорошая ремиссия, да, больше года. И когда вы будете расспрашивать, как раз задайте вопросы, а как изменились планы на жизнь? Как изменились планы на реалистичность каких-то этапов? Потому что это вызывает очень большое уважение, ведь человек справляется с очень мощным противником. То есть получается, что он, по сути, боксирует, может быть, даже где-то не в своей весовой категории, что он бьётся с профессиональным боксёром. Одно дело реабилитация, а в реальной жизни иногда сложнее. Ну, хотелось бы всё-таки, конечно, чуть-чуть про пограничные расстройства поговорить. Ну, как Леонид Леонидович любит говорить, что зависимость это химическое выражение расстройства личности. И, ну, наши особенно, особенно наши резиденты, там, реабилитация, там коморбидность, ну, прям колоссальная. Я иногда смотрю, либо нарциссические какие-то, ну, там, я не говорю, расстройства, черты доходящие до уровня расстройства часто, либо пограничные, это прям очень часто. Вы в центре же проводите тоже, да, и DBT, группа, как вообще, что делать с пограничной? Да, у нас больше, конечно, представлена схема терапии, но вот сейчас ряд коллег приходят, и мы несколько человек обучаем, как раз диалектику поведенческой терапии. Дело в том, что как раз, я думаю, любой даже, сейчас мы говорим не только про медицинскую организацию, я думаю, что любой психолог, который занимается консультативной деятельностью, сталкивается как раз часто с личностными чертами. Мы сейчас не будем говорить, доходит это критериев расстройства личности, не доходит, но, грубо говоря, это те черты личности, которые иногда и, кстати, препятствуют продуктивному контакту со специалистом, и поэтому здесь, как правило, требуется специальная подготовка, это либо несколько методов психодинамического направления, терапия, сфокусированная на переносе от Текернберга, терапия, основанная на ментализации, это когнитивно-поведенческие методы, прежде всего, диалектика, поведенческая терапия и схемотерапия. Вот я, например, занимаюсь схемотерапией и могу немножко рассказать про дифференцировку, например, методов, потому что и схемотерапия Джеффри Янга, она создавалась именно для людей, страдающих пограничным расстройством личности, и диалектика-поведенческая терапия по Марше Линехен, она создавалась для работы с пограничным расстройством личности тоже. И, кстати, можно с интересом почитать книжку Марше Линехен, где она описывает свой опыт, вообще-то, совладание с очень тяжёлыми проблемами. Так вот, для меня и тот, и тот метод прекрасный. Несмотря на то, что диалектика-поведенческая терапия обладает несколько больше доказательной базой, и я ей активно не занимаюсь, я её очень уважаю и люблю, несмотря на то, что выбираю другое. Так вот, диалектика-поведенческая терапия шикарный вариант работы, особенно с людьми, у которых выражено не только самоповреждение, но и суицидальные идеи, намерения и так далее. такой тяжёлый. Я бы, наверное, сказал, не только, скорее, не более тяжёлый реестр, а просто, что она очень, у неё очень хорошие как раз протоколы и протоколы взаимодействия клиент-терапевт по совладанию с, присутствием, дальнем риске, чтобы человек не приковывал к себе внимание просто, а вот я стою и рассказываю что-то, потому что когда внимание приковывается в том числе непродуктивно, это, к сожалению, может подпитывать подобный паттерн поведения. И когда этот паттерн поведения от того, что я пытаюсь повлиять, привлечь внимание к себе, перейдёт в то, что я уже не пытаюсь привлечь внимание к себе, а совершаю что-то, вот тут вопрос дискутабельный. То есть, вот если говорить для меня в моей системе координат диалектик-поведенческая терапия супер выигрывает вот в этой части, потому что это структурированная работа, это блоки, которые направлены, она более технична, ну и она направлена на формирование навыков эмоциональной регуляции в том числе, выработка навыков и терапевт, который психотерапевт или психолог, занимающийся диалектико-поведенческой терапией, он тоже должен быть тренироваться, 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 как завещал великий Ленин, как завершал Маршал Линехин. То есть, он должен быть не идеальным, но достаточно хорошим образцом совладания уметь это делать. Это DBT. Схемотерапия, на мой взгляд, очень хорошо заходит, когда мы говорим про личностные черты. И когда мы как раз говорим про те ситуации, когда это не обязательно супербрутальные проявления. То есть, если мы вообще говорим в целом про медицину, что вот есть часть, которой медицина занимается, а есть предболезни, сценогенетические факторы, когда важно, что включились. Пограничные организации личности. Да, и вот тут вот задача психологов, она просто бескрайняя. Это когда не дошло до чего-то там уж. И схемотерапия, она направлена на то, что выстраиваются тоже такие отношения, которые называются даже внутри схемотерапии так называемым замещающим или ограниченным родительством, когда людей с этой проблемой учат обращать внимание на их потребности эмоциональные. И сперва специалист, психолог или врач-психотерапевт учит опознавать это, а потом человек учится заботиться о себе. И там есть концепт схем ранних дезадаптивных, концепт режимов, то есть это достаточно сложная структура, но она, как правило, понятна и клиентам. Вот, чтобы человек не у схемотерапии и дебяти, цель одна и та же, помочь человеку страдающему расстройством личности, но дебяти подразумевает диалектика-поведенческая терапия, что мы улучшим навыки эмоциональной регуляции, межличностной эффективности и так далее, и это перестроит более глубокие его структуры. Отношение к себе, отношение к окружающему миру, селф, в широком смысле этого слова. А схемотерапия немножко подразумевает по-другому, что мы формируем терапевтические отношения, в которых, ну, если сленгово говорить, человек немножко даже доращивается, то есть он получает тот опыт жизненный, который он не получал, не дополучил силу объективных и субъективных причин. И та и другая работа достаточно длительная, то есть средняя длительность работы, ну, как правило, не менее года, потому что мы не подразумеваем, что человек, даже полностью не отвечающий критериям расстройства личности, у нас его характер вдруг в пять сессий чудесным образом изменился, и теперь-то уж наступило полное счастье. Вот, наверное, как-то так. Повторюсь, прекрасно отношусь и к доказательным направлениям из психодинамики, те, которые именно занимаются современным подходом, который можно пощупать, понятие, что на выходе-то вообще и к чему это приводит. Ну, а если так взять, вот такой самый популярный симптом чёрно-белое мышление, как вот с ним, это же прямо с когнитивно-поведенческой терапией. Ну, вы знаете, я думаю, что на момент чёрно-белого мышления скорее всего ответят и коллеги из других направлений, уж если мы чуть-чуть нормализуем эту ситуацию, то, конечно, есть полярность. У людей, опять же, с пограничным расстройством личности достаточно часто такое меняющееся отношение к себе, когда только не бросай меня, я тебя могу, я сам могу, или там чаще сама, да, как чаще женщина, я сама могу оттолкнуть партнёра, но в этот момент я чувствую, я беспомощная, ненужная, мне срочно нужно это вернуть, и неистово, и попытки вернуть это обратно. И ещё одна проблема, с которой здесь, кстати, сталкиваются люди, страдающие пограничным расстройством личности, как это не печально, но они достаточно часто поддерживают свой стресс за счёт выбора условно-неправильных партнёров. Что мы подразумеваем здесь под неправильными партнёрами, да, тут нет никакой эзотерики, там, знаете, венца безбрачия или ещё чего-то. Есть такая особенность, что, например, такая девушка может выбирать партнёров, которые сегодня её одарят розами, а завтра за долги проиграют другим. И потом, когда он проиграет за карточные долги, он ещё и придёт опять с букетом роз, появится на необыкновенной машине, и у неё опять сердечко дрогнет, и... А когда она будет встречаться, будет пытаться потом, например, встречаться с более условно нормативным молодым человеком, то у меня будет ощущение часто такое скука какая-то, да разве же это жизнь, это вообще какая-то. И вот здесь тоже есть такие подводные камни, которые важно научиться понимать, осознавать, и более спокойно в том числе потом относиться и к выбору. Это, понятно, не уровень ответственности специалиста, но чтобы человек понимал, а за счёт чего, например, мой стресс поддерживается. Если меня коллеги на работе будут бить периодически, там выгонять на мороз, ну, наверное, мне сложно будет поддерживать нормальную самооценку и вообще-то нормально взаимодействовать с другими людьми. Вот. Ну, там проблем достаточно много, и как раз мы пытаемся их потихонечку, потихонечку решать. Вот. Ну, конечно, это сложная работа, и она как раз сложна ещё, потому что человек, страдающий пограничным расстройством личности, не только пограничным расстройством личности, но и другие кластеры личностных расстройств, ВКонтакте ему сложно его организовывать, и специалисту сложно организовывать сеттинг, потому что у вас может быть прекрасная сессия, по мнению специалиста, вроде бы хорошая обратная связь, а потом такой человек в дверях скажет, да, Это вообще-то сессия Г, и я хотел сказать, что мне вообще ничего не помогает хлопнуть дверью и уйти. И это ещё будет относительно такой, как говорят, лайтовый пример такого взаимодействия. Не потому что человек плохой, но мы подразумеваем, что работать с такими людьми гораздо сложнее, чем если мы работаем лёгкое снижение настроения или какой-то объём генерализованной тревоги, беспокойства. Тут требуются определённые навыки и понимание, как организовывать этот контакт. И опять же, как и мы говорим про зависимость, мы навряд ли будем ожидать, что все стройными рядами начали последовательно. Импульсивность большая, поэтому не всегда вот эта последовательность реализуется. Мы сегодня так по хард темам прошли про зависимость. Мы так всегда начинаем. Опять же, конечно, времени не остаётся, но если, друзья, поставите много лайков, подпишитесь, то попробуем потом как-нибудь встретиться и уже на… Персонально уже на какие-то вещи осветить, да? Ну, вот темы тревожных, депрессивных, они прям как будто другого, да, и там психотерапия, конечно… По-другому идёт, да, в целом. Протоколы другие, подходы другие. Здесь иногда мы бегаем за клиентами, там уже клиенты не хотят уходить из терапии. Там ОКР, это вот отдельно все невротические можно обсудить. ОКР-спектр можно обсудить, да, потому что там много интересного. Да-да-да, такая большая тема. А сегодня вот общие такие моменты. Ну, вот в конце прям чуть-чуть хотелось бы про СДВГ. Очень тема популярная. Я вот небольшой специалист. Здесь кому нужна психотерапия? Ну, вы знаете, я бы всё-таки воспринимал, что как СДВГ, как и РАС – это особенности нейроразвития. Поэтому мы как раз не претендуем на то, что мы лечим СДВГ. Мы максимум претендуем на то, что человек с СДВГ, страдающий СДВГ, взрослый, например, да, вот я со взрослыми общаюсь, он мог лучше уживаться со своей гиперактивностью. Ну, не только гиперактивностью, но со своим, назовём так, СДВГ. То есть, речь идёт прежде всего даже не про психотерапию, а скорее про психообразование и формирование определённых навыков. Потому что такой человек с детства другой, у него по-другому несколько работает система награды, и достаточно часто он подвергается такой инвалидизации со стороны окружающих и со стороны, например, родителей, у которых может СДВГ и не быть своих. То есть, они могут не понимать процедурно, что с ним происходит. И поэтому там есть несколько блоков. Первый блок – это в целом хорошо бы, чтобы психиатр установил диагноз или не установил диагноз СДВГ. Потому что, к сожалению, и к счастью, это и модный диагноз. Ну, я говорю, иногда гипердиагностика. Да, дай-ка мне СДВГ, что не ставишь, ну-ка, ну-ка. Так я вот сейчас просто пример привожу. Стрим вёл там позавчера, и мне там человек пишет, вот мне всё, у меня есть бумажечка, типа мне поставили официальный диагноз СДВГ, а не пора ли попробовать амин, он говорит. Ну, то есть, вот эта логика, понимаете, она вот гипердиагностики. Гипердиагностики, да. Вот здесь, конечно, здесь есть некоторые большие сложности. Но знаете, когда есть глобальная недодиагностика, то какой-то элемент гипердиагностики, он в принципе закономерен. Так вот, первое – это установление диагноза в соответствии к критериям и так далее. И после установления диагноза очень неплохо это в групповом формате работает, и у нас есть такие группы, когда человек обучается в целом, что это такое, как он может с этим уживаться, как он может лучше адаптироваться к некоторым моментам. И, с одной стороны, там используются и достаточно понятные вещи, и некоторые чуть более сложные. Ну, например, там про планирование дел, что у тебя не должно быть 54 планера, и во всех там по три записи, и что учиться, чтобы дофаминовая система награды лучше работала, что выбрать на день одно дело, ну максимум два, ну максимум три, приоритизировать их. Какое у меня будет первое дело, какое у меня будет второе дело, какое у меня будет третье. Потому что человек с СДВГ, он часто скажет такой, так, я сегодня подкаст сниму, я ещё спою, а у меня ещё с прошлого года тянется вот это, вот это, вот это. И получается его система награды как работает? Плохо. Почему? Потому что к вечеру это не сделал, на этом гиперфокусировался, гиперфокус словил, здесь у меня такие-то проблемы. И он всё время разочарован, да, и он всё время разочарован в себе, потому что у него получается, что, а я что-то и здесь не то, и там не то. То есть он по отношению к себе выступает как плохой родитель, который ставит нереалистичные требования к ребёнку. И подкрепления нет. И у него подкрепления не возникает. Даже если он что-то сделал в русле того, что ему нужно, это вообще, это от его виртуальных планов на этот день это катастрофически отличается. И поэтому есть целый ряд вот таких поведенческих навыков, которые как раз даже и по сути психотерапией не называют. Чаще это называют, что это психообразование с компонентом тренинга поведенческих навыков. Подразумевая, когнитивно-поведенческая терапия может использоваться, но она не к средству первой линии. То есть это скорее, когда уже есть какие-то дополнительные вещи, личностно связанные. А может это сочетание с пограничным расстройством быть? Ну там как раз достаточно сложная дифференциальная диагностика. Почему? Потому что с одной стороны, если мы есть такие диаграммы Вейна, которые пересекаются, то, например, приезда ВГ, при пограничном расстройстве личности, при биполярном расстройстве, при том, что называется комплексное ПТСР, будут существенные пересечения, будут существенные пересечения зон определенных. И здесь действительно, наверное, я бы даже вопрос ставил не пограничное расстройство личности из ДВГ, а вот, наверное, пограничное расстройство личности и элемент комплексного посттравматического расстройства личности. Вот тут ещё более интересные моменты заключаются. И на самом деле, вот если быть реалистами, то, что иногда преподносится как вот факт, так, так, так. Сейчас же травма, травма. То в этом поле ещё очень много вопросов и несколько меньше ответов, потому что тебе практически приходится по сути дифференцировать, а с чего лучше начать. И поэтому, если идёт речь про какие-то сложные случаи, даже вообще, кажется, диагностика врач должен заниматься. Но опять же подводный камень, что врач говорит, вы понимаете, ваше состояние не соответствует всем критериям СДВГ. Вот такие-то проявления есть, но этого недостаточно для установки диагноза. И человек может расстроиться или даже оскорбиться и пойти искать другого врача, который напишет ему, что всё-таки СДВГ у него есть. Да, всё-таки справку достанет. А может ещё и гневные отзывы отставить по поводу того, что какой плохой врач не видит очевидных вещей. Ну, это уже другой несколько момент. Резюмируя, СДВГ можно помогать? Можно. Есть лекарственная помощь. Один препарат в России, который сейчас, по сути, используется. Есть тренинг навыков и психообразование. Вот, как правило, эти два блока, которые могут использоваться на старте. А вот всё остальное уже опционально смотреть. Ведь всё-таки мы, когда подразумеваем СДВГ, мы подразумеваем, что это ещё, оказывается, существенное влияние на его жизнь. Это не просто я отвлекаемый. Не могу под кастом просидеть. Да, да, да. Дёргаюсь там. Это я. А вот при пограничном расстройстве, как думаете, медикаментозная нужна терапия или не нужна, или при ситуации? Ну, если декомпенсация, и мы видим какую-то чёткую аффективную симптоматику или ещё что-то, коморбидность, то здесь нужна так в основном всё-таки длительная психотерапия. И длительная психотерапия не абстрактная, потому что не все методы и не все подходы работают с этими состояниями. Вот здесь вот есть такие подводные кадры. Ну, да, да. Берутся все. Вот опять же, да, мы тебе говорили там, психоаналитики, но не всегда это вот... И психоаналитики. Прекрасно, если это психоаналитики, которые подготовлены в этом подходе. У нас когда-то там лет 8-9 назад Керенберг приезжал, вот Керенберг рассказывал про свой подход, как он структурирован, а я до этого только книжки читал. Ну, про расстройство личности, да, здесь про зависимости. Вот. Что я сейчас подумал, что объединяет вообще всё, что мы говорили. Такая вот слабость префронтальной коры, да, что импульсивность с этим связана, и вот это здесь и сейчас. То есть вот отвлечься, там, напряжение снять, импульс снять, выпить, что-то противоположность этому, да, мы резюме подводим. Ну, какое-то стратегическое, во-первых, мышление, да, и, ну, эмоциональная там регуляция, ну, опять же, понимание. Не вот срочно изменить состояние. Плохо, хорошо, надо что-то сделать, да, а подумать всё-таки. Дайте себе час там времени подумать, а что было, что... С чего началось это состояние, да, какие эмоции были. Вот, мне так кажется. Да, но если плавно делать подводочку к возможным другим темам, то мы можем сказать, что есть, простите, в шутку, да, вот есть континуум людей, и на одном полюсе континуума будут те люди, которые слишком легко удовлетворяют собственный импульс. Захотелось сейчас, планировал на работу пойти, а вот уже в азартные игры играю или пиво где-то пью, да, и это одна когорта людей. Но на этом же континууме будет и другая когорта людей, которые суперсерьёзно, которые не позволяют себе никаких радостей, это нецелесообразно, чашка кофе сегодня не входила в мои планы, и у них уже другие сложности совершенно. Поэтому, когда меня, например, спрашивают, какие-то универсальные сайты, а нет универсальных советов, потому что я могу находиться здесь, а может быть, я нахожусь вот здесь, и как раз моя объяснительная модель будет работать, если у меня низкий контроль над импульсами, я могу ещё и развивать идею о том, что я должен быть абсолютно спонтанным, и наоборот, я могу быть заорганизованным, я тут всё время утешу, всё правильно, и такой бездушный, и меня это тоже может расстраивать, да, и близких, и всё вместе. И мне может казаться, что мне не хватает самодисциплины, что мне надо планы уже на 31 год сформировать. Абсолютно верно, да, индивидуально, но мы стремимся к золотой середине, поэтому, друзья, если вы с гиперконтролем такие, да, ну может быть, здесь и депрессии будут всегда как-то ходить рядом, то напишите в комментариях, чтобы мы сняли вторую часть, вот про депрессии, про невротические расстройства, чуть-чуть другое, потому что и подход немного отличается. Существенно отличается, да. А так, в целом, мне кажется, было очень полезно, потому что мы так вот, ну моя задача всегда в одном поле говорить об этих проблемах, потому что не все понимают, вроде там химически понятно, да, при чём здесь там переедание, при чём здесь это, что всё это, видите, даже и пограничные расстройства, ну где-то сбоку СДВГ, всё это вот в одном поле нарушенного такого контроля над импульсом. Вот, спасибо большое, очень познавательно, друзья, подпишитесь, мы всё внизу дадим, в описании все каналы, канал когнитивной поведенческой терапии, ссылки, там, Телеграм, ну, в общем, всё, видео также продублируем ВКонтакте, в группе клиник доктора Лазарева, ну и вы, наверное, у себя. Спасибо за приглашение. Всё, надеюсь. Конечно, конечно. До новой встречи. Да, и друзья, помните, что мы все не идеальны, и что нам есть куда расти, куда двигаться, это самое главное. Когда у нас слишком жёсткий стандарт, всё должно быть идеально правильно, мы можем не делать и маленьких шагов, которые могут потихонечку улучшить нашу жизнь. Вот, желаю потихонечку улучшать свою жизнь в русле своего контроля. На качество жизни. Да. Всё, спасибо. 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 Спасибо.